Солнышко светит очень ярко, снег, вышло на прогулку, без солнцезащитных очков не очень удобно гулять, поэтому я в очках. У нас везде каналы, вот в нашем районе у нас дом тоже стоит на канале, а каналы сейчас замерзли. И я сейчас подошла к месту, сейчас мы вместе с вами туда подойдем, где катается очень много людей. Они катаются прямо на канале, на коньках, в общем, люди развлекаются, веселятся, очень прикольно. Вообще, в принципе, в Нидерландах 50 лет назад была зима такая полноценная, можно сказать, такая же, как и в России. И здесь вообще, в принципе, принято кататься на коньках, на лыжах и прямо по каналам. Вот канал сзади меня, но здесь почему-то он, ну как бы не до конца промерз, я не знаю, с чем это связано. Канал, к которому мы сейчас с вами идем, где катаются люди, там такой крепкий лед. Не знаю, почему один замерз не до конца, другой до конца. Но, в общем, последние десятилетия климат очень изменился, и, соответственно, зимы, как бы еврозимы, да, в Европе и в Нидерландах конкретно. Поэтому то, что происходит сейчас, такая нестандартная зима, все замерзло, и люди вышли, они достали свои коньки, вышли и катаются. И хочу очень вам это показать, это, правда, ну очень круто. А вот это, кстати, я мимо иду, это дом престарелых. И вы знаете, очень неплохо живут престарелые люди, те, которые остались одиноки, или они болеют, им нужна помощь и поддержка. У них здесь отдельные апартаменты. Вот так выглядит дом престарелых в Нидерландах. Подходим. Вот канал, и посмотрите, что здесь происходит. Друзья, это не каток, это самый обычный канал. Кстати, вот здесь уже все тает. И вот так катаются люди. Дети, конечно же, веселятся. Взрослые тоже. Скоро это все, конечно, закончится. Я думаю, еще день-два, и все это растает. Здесь же велосипеды стоят. То есть, видимо, кто-то смелый приехал на велосипеде. Очень прикольно. Я на коньках не решаюсь прокатиться, поэтому он кто-то с горки там катается. Поэтому я просто гуляю и делюсь с вами нашей нидерландской зимой. Вот так прогуливаюсь вдоль нашего района. И канал тянется туда далеко, далеко. Но только именно в этом месте он достаточно замерз для катания. Вчера я здесь мимо приезжала на машине. Я это все увидела. И решила сегодня сюда прогуляться. Именно дойти сюда. Потому что, ну, мне не стоит идти где-то 20 минут. Это все находится в нашем районе. Но именно конкретно наши каналы достаточно не замерзли. И только здесь такая локация, где сосредоточены все люди. Мне пришла очередная поставка. Пришли новые цвета пряжи пашмина. Вы с этой пряжей, может быть, еще не знакомы. Я планирую также сделать подробный обзор. А сейчас покажу. Вот у меня пришли две упаковки цветов новых. И посмотрите. Вот сейчас поближе. Какая классная пряжа. Огромный моток. Это итальянский бренд Mondial. Вы можете уже увидеть, да, что можно связать из одного мотка. Из одного мотка можно связать шарф, палантин, свитер. Ну, на свитер, наверное, полтора-два потребуется. Но на один аксессуар точно одного мотка хватит. И у меня здесь два вот таких чудесных цвета. Я уже их достала из упаковки. Вот так покажу поближе. Видите, да, что здесь есть махер. Но пряжа невероятно мягкая и нежная. Сейчас покажу вам состав пряжи. Так, во-первых, вот такая красивая у нас упаковка пашмина. Кстати, кто знает перевод слова пашмина, напишите, пожалуйста. Очень интересно. Вот здесь показана шаль из одного мотка. Я обожаю проекты одного мотка. Купил один моток и наслаждаешься. И знаешь, что тебе хватит. Видите, здесь даже на упаковке сразу идет информация по поводу шали. Значит, что у нас получается. Спицы рекомендуют 3-4 миллиметра. И состав 15% Лана Вёрджин Мерина, мягчайшая шерсть, 10% Махер и 75% Микрофибра. И Микрофибра, она как раз-таки делает изделие. Вот вы видите, да, вот эта ниточка. На ней вот Махер. Здесь Мериносовая шерсть и Микрофибра. Вот так она выглядит, ниточка. И это сделает изделие более износостойким. В этом огромном мотке 200 грамм. И на 200 грамм... Нет, это не 100 метров. Что-то тут, мне кажется, какая-то ошибка. Давайте посмотрим. Да, вот. Видимо, здесь какая-то опечатка. Но я-то знаю, что здесь не может быть 100 метров. Вот правильный метраж. В 200 граммах 1100 метров. Вот это, да, целый километр пряжи. Именно поэтому из этого километра, из одного мотка вы сразу свяжете шальп, шарф, палантин. В общем, все, что угодно. Вот такая классная пряжа. Она есть в наличии в моих магазинах. Я напекла блинчики из цельнозерновой муки. И хочу их сделать с вишней. Вишню я уже припустила с сахаром 15 минут. Вот она у меня готова. Должна быть очень сладкой. И сейчас хочу завернуть в блинчики с вишней. Из цельной зерновой муки готовлю, потому что это считается более полезным. Вишня еще горячая. Кстати, вы знаете, я вспомнила моя бабушка, любимая. К сожалению, ее уже с нами нет. Она всегда, когда делала блинчики с начинкой, она потом всегда еще дополнительно каждый блинчик в масле обжаривала. Чтобы блин именно катался в масле. Представляете? Так вот, один готов. Вот столько блинчиков с начинкой у меня получилось. Вишни у меня было 250 грамм замороженной. Когда я ее припустила, количество немножко уменьшилось. И у нас сегодня нет сметаны, потому что сметану мы покупаем только в русском магазине в Нидерландах. Но зато есть вот такой грек-йогурт. Греческий йогурт. Очень хорошо заменяет сметану. Просто вот отличный вариант. Поэтому будем есть с грек-йогуртом. Приятного нам аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!